Воспитанный в Тарске Кирикийском, всем городе, при ногах Гамалиила, тщательно насталенный в Отечественном законе великий погодник. Еще раз взглядимся в биографию апостола Павла, память которого церковь совершает 12 века. У нас Гамалиила. А кто такой Гамалиил? Ставим христианином. Нигде этого неизвестно. Но это был честный, добропорядочный, глубоко образованный, широко известный человек. Об этом говорится деяние апостола 5 глава 34 стих. Назревало страшное гонение в Иерусалиме. Побрата, может быть, в последний раз сенебрион, и принят решение христиан хватать и убивать. Пользующий за огромным авторитетом учитель целой школы, по-настоящему сказать, академик, профессор, заманил, так сказал, как всему собранию. Если это учение, которое сейчас вдруг появилось, человеческое, люди придумали, оно умрет и привел Северный, Иудуф, ну было бы такое в Израиле, по 4 тысячи было последователей, но их убили, и все осталось никого нигде нет. А если это отбор, а мы-то ведь не знаем отбора или нет, это два варианта, надо разыгрывать. Тогда нам ничего не сделать, да и мы будем боже противные. То есть он посоветовал за него выжидательную тактику. Посмотрите, чем же это кончится. И авторитет его был настолько велик, что его сослушался весь сенебрион. И он избавил, может быть, этим советом тысячи христиан от преждевременной смерти. И они принесли великий плод церкви. Павел говорит, что он учился у ног Гамалеила. Когда мы на кого-то спулаемся, то, конечно, это означает не просто «я учился», но знание той школы, курс той школы, практика ее, она во мне. Я являюсь учеником той школы. Почему же это не возобладал Владим? Он не стал ждать, когда это учебник самого там рез, но решил помочь. Выжигать, убивать. Камей в Иерусалиме хватало, а это коленистая местность была. И он все успел выбрать, выводить, пожечь и отправился даже дома. И Алла Морга молила, как же ты эти уроки-то не усвоил, стал? Вот я нигде про это не читал. Ученик-то был далеко не положительный. А скорее сознание он узнал, а вот этот он не узнал, что нужно ждать, уметь ждать. Чем это закончится? А нас сейчас упрекают. А вот вы против этого объединения. Против. Я получал на днях письмо из Канады, где говорят, вот видите, еще до боя, она уже сдалась. То есть люди нас совершенно противоположно судят. И вот мы заняли в ожидательную тачку. Мы знаем, когда Бог дает указание идти, в Лавиловске надо идти, как бы горько не было. И там не вешать акту, а играть. Играть, но у нас живая тактика. Евреи боялись, чтобы их учение не заразилось вновь пришедшими язычниками. А у нас наоборот, мы кофмать язычникам. Наши акты не могут быть защихлены. И поэль далее говорит, Деяние 22. Когда Господь явился ему, он еще ничего не знал, какая стыдь. Может быть, только чтобы прекратить гонение. И вот он слепой, переднясь, сидит в Дамаске. И вдруг видит, как к нему приходит есть и муж, потом он скажет, муж сильно уважаемый, оказывается, это епископ города Дамаска. Уже епископы были в то время, по разным городам. И он говорит ему, Бог избрал тебя, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми. Вот твое назначение. Свидетель. Какой? Петр свидетель страдания Христовых, как он пишет. А этот, кто сказал, какой же он свидетель, когда Христа-то уже нет. Он не страдания Христа не видел. Ничего. Свидетель Марфи Рос означает мученик. Мы еще смысла просто до конца не знаем. Ты будешь мучеником за Христа и будешь свидетелем для смерти Христа и больше верен для его смерти. И мы сейчас в Писании посмотрим, что об этом Дух Святой изрек. Слово свидетель в Библии встречается 278 раз. И здесь только в Новом Зависе 173 раз. Основной упор делается на распространении Евангелия. Вы будете ненавидимы теми народами, но претерпевший до конца спасется. И Павел Свалис сегодня как раз и считал, что я безмерно был в опасностях на дорогах. Ну а в скорости как сейчас опасно. Большую часть дорог проходили пешком. В опасностях на море. Это не сегодняшние корабли по 300 метров длиной. В опасностях в церкви внутри. Уже братья подсматривают, подглядывают, докладывают. В опасностях от своих единопременных. Свои евреи гонялись за ним. Однажды 40 человек. Какие они были дружные евреи. Не фитерти будем, пока голову с Павлом и с ними. И они все должны были его убереть. Они так-таки поймали его. Смерть Павел, бежал к корзинке. Не сказал, Богом хранимый. Мне же Бог предназначил еще перед импером быть римским. Поэтому я пойду прямо на них, они меня не увидят. Не надо так рассуждать. Потому ты и будешь там, а ты будешь тебя хранить. И он ночью в корзинке тайно опустили его. И дальше он скрылся и нигде его не нашли. Хераха 36 глава 16 говорит так. Дары свидетельства тем, которые от начала были с достоянием Своим. И возберли пророчество от имени Своего. Вот важно, что они были достоянием Божиим. Бог верил, это пророки еще знали. И мы можем быть такими же, если у Бога и спросим. Прямо просить на молитве Господи, дай мне силу для свидетельства. Я так люблю тебя и хочется, чтобы люди не погибли. С кем-то знакомым, вы можете не случайно, не просто профессиональный опыт перенять друг от друга, а передать ему опыт общения с Богом. Премудрец Соломона 4.6 Ибо дети рождаемые от беззатонных сожителей суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. Это говорит о том, что когда жена изменяла мужа и прочее. Мне открыт другой смысл. А ведь эта речь идет о духовном рождении, не только. Как могло случиться так, а это все знают, внезапно весь русский народ оказался на левой стороне. Буквально весь, не считая какую-то малую толику, которые остались верные Богу. А сомнитель все в революцию пошли, что землю пообещали, пообещали не восстановить на фронтах, и они пошли в буквальном смысле за сатанистами, за разборниками, за коммунистами, за большевиками. А вот теперь Коран отступил суд, а суд это казнь всей страны русский-то. А вот дети рожденные от незаконных сожителей, незаконные, не от слова Божия рожденные. А теперь допрашивают, разве как поступать? А на этот ответ всегда был адрес. А мы вам дельферик не считали, владыка, вы нам его не показывали. Это во время собора 17-18 года уже ответил красноармеец. Ладно, епископ поставил воспоминания, а то может быть и тысячу свой адрес, мы только крышку целовали. считались православными. А на кого-то оказалось один из двух, вводящий других в заблуждение. Лука 16-28 Один человек не верил, жил по-своему, но оказался после смерти в аду. Теперь он вспомнил, что у него браке, и что им надо засвидетельствовать, чтобы они не пришли в это место учения. Я разбираю слово свидетель, для чего Павел избран был. И оказывается в аду тот богач вспомнил, что надо засвидетельствовать. А ведь вопрос состоит, а о чем? Вот сейчас кто-то окажется в аду, да, теперь я понял, а есть, верить надо. А что засвидетельствуется, если ты ничего не знаешь-то? Даже в аду оказывается надо что-то знать, сказать, что за наши грехи умер Сын Божий, что ученики Христа Павел написал 14 посланий, Петр 2 посланий, их нужно знать, рассказать. И выход не тогда, когда за покойника будут молиться, а что при жизни сердце было обрано Христу, засвидетельствовать. Лука 2, 51, 13. Вас будут хватать, повлекут, допрашивать, будут бить, и все это для одного. Это вам будет для свидетельства. было время, когда верить так вот открыто, храм, чтобы открыт был, невозможно было. А вот здесь клуб был в Колхозе, это мы помним. И тогда кто-то сказал, фотографировал так на кинопленке, сейчас заснял, а потом в этом клубе прохитили кино, никто бы не поверил. Сказали, это провокация. А у Божа все известно. Перед Богом в это время шли где-то свидетели, были по тюрнам, говорили о Боге, о победе света над тьмою, о том, что Христово знамя, крест будет сиять над всем миром, еще раз, Бог дает время для покаяния, Бог дает дожди позднее. И вот наступил момент, наступила эта перестройка, и Бог дал нам возможность отбить это капище, и устроить храм Божий в Великой Троице, в честь святого мученика Антима Никомедийского. Евангелист Иоанн 4, 24, говорит, Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. В своем Отечестве Павел не имел чести, его гнали евреи, гонялись за ним. И апостол Петр потрудился тайно, неоткрыто, а то сегодня все с Петра и Павла города строятся. Деяние 4, 33, апостолы с великой силой свидетельствовали, а воскресение Иисуса Креста. С великой силой должна быть глубокая вера и свидетельство. И все до одного не свидетельствуют. Деяние 10, 41, свидетельствует, предизбранным от Бога, они были заранее Богом уже предназначены для этого, и вопрос скажет, а я предизбранный или нет для свидетельства. И 42 стих, проповедовать людям и свидетельствовать. Вот для чего мы еще живем, для чего пенсию получаем дышим, почему мы еще не умерли? Деяние 15, 7. Петр сказал, вы знаете, что одни первых Бог избрал из нас меня. А для чего? Вот зачитай это запятой и спроси людей, которые ходят в храм, ты не решишь это, что Бог избрал Петра? Ну да, день Петра и Павла, иконы у нас есть. А для чего Он избрал-то? Ну, по поводу и епископов. А еще для чего? Ну службу в храме, ну тогда служба-то была. Но дальше написано, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие у верованных. И они не ответят. Каждого из них Бог избрал, чтобы из наших уст ты в школу придешь и расскажи, где ты до нас потеряешься? Сколько ты слышал? Услышали о любви Божьей об Евангелии. Услышали слово Евангелие. Для чего ты в армии находишься? Чтобы от тебя услышали слово Евангелие. Для чего ты где-то работаешь в организации, чтобы от тебя услышали слово Евангелие и у верований. Просто понятно. Ничего не надо толковаться. Не надо десять лет учиться в семинарии. Деяние 22,14. Бог избрал, чтобы мы познали волю Его, а волю Его хватает, чтобы шли по всему миру проповедовали Евангелие и жили по Евангелию. Немного о смерти, сегодня же смерти. Иоанн 12,33. Сие говорила Иисус, давай разуметь, какой смертью Он умрет. То есть Господь заранее знал, что Его распунут. Иоанн 21,19. И сказал это Иисус, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Оказывается, еще и смертью можно прославить. Проскрешь руки, другой тебя припаяшет и поведет. То есть наденет на тебя петлю и потащит. 2 Петра 1,14. Знаю, что я скоро должен оставить храмину мою сию, как Иисус Христос открыл мне. Нам не открыто. Я не знаю, как я умру и когда. И на него Бог это открывает. Я думаю, чтобы я знал, что к вечеру сегодня умру, то не знающий успел ли седьмой дела сделать. А Господь, как святые отцы, говорят, для пользы нашей скрывает день смерти. Чтобы каждый минут были готовы. Иоанне 20,23. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорбь ждут Меня. Петру Бог предсказал, что храм будет. И Павел оказывается предсказан. Они в этом вопросе совершенно похожи друг на другом. И 24 стих. Но я ни на что не убираю и не дорожу жизнью, только бы проповедовать Евангелие. Мне ничего не надо. Какие бы опасности ни были, крестьяна, печь, огня, только проповедовать. А можно в печи проповедовать? Третарха наказали можно. А брошенному в море можно проповедовать? Мы знаем, Иоанна проповедовал в мире и чьего кита. А если я не где-то святые, там проповедовали. Об этом говорят жития святых. 2 Тим. 4.7. Павел подводит итог. Это последнее его послание из 14. И говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится, мне венец правды, которую Господь уготовил всем верующим в Него. Всем. Абсолютно. Насколько впереди взять, если мы совершим это течение, если мы будем свидетелями, если помещаем слово Евангелие, ты поставь себе задачу, с кем ты знаком, ваша дружба, знакомство, только для того, чтобы ты донес для него слово Евангелие. Так же те, святого неярха, Христианин, где дружбу, хорошее дело с язычником, а язычник по-своему оставался. Я знаю, он приходит, ему и плачет, а что ты плачешь? Мне так жалко расставаться, мы навсегда расстаемся. А почему? Да, дебил им терратор, указ, всех христиан позднить будут, и меня позднят, ты останешься. А почему же останутся? Да, ты же не христианин, откуда ты узнал? Да, ты же в храм не ходишь, а я давно уже умер, а ты меня не приглашаешь. И он принял крещение, стал христианином, принял мучение, да еще раньше твоего друга. Мы не знаем, что нас ждет завтра, но кончина святых апостолов побуждает нас поревновать об этом. Господи, если ты нас подобишь быть верным тебе, приведи нас к желаемой крестами и к мученическому венцу, если есть на то твоя святая воля. Аминь. Аминь.